Россия меняет тактику в Украине. На Киев они теперь идут не одинокими танками, а целыми партиями. Раскол, о котором говорили всегда, 1991 года, он постепенно превратился в распад страны. И это правда. Чтобы такую правду услышало как можно больше людей, ежедневно из Киева вещают три телеканала. Из Москвы – десятки. Ну и нашей программе «Вестям недели» выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте «Надо поговорить». А для того, чтобы желающие поговорить попали в Раду, они достали свои главные козыри. Вот он нас ключик! Вот он символ нашей победы! Она и наша семья тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году. Крестница видит своего крестка? Да, видит. Видит. Вот как раз одна из таких встреч. Медведчук принимает Путина у себя на даче в Крыму. Съемка сделана еще до 2014 года. Спустя пять лет они снова вместе. Подконтрольные Кремлю телеканалы хвалят вначале Владимира Путина, а вслед и Виктора Медведчука. Оппозиционный блок эксплуатирует протест, но на самом деле заточен лишь на то, чтобы отобрать голоса у вполне себе здоровой оппозиционной платформы за жизнь. При посредничестве господина Медведчука там четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Ну вот хороший пример работы. Прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Вот если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться. Я, особенно, на жаль, вижу только поширение мережей, информационные мережи Медведчука. И сегодня просто не сходит с шпальт. Идея проведения телемосту между Киевом и Москвою. Вопросы Донбасса разделяют не только Киев и Москву, но и украинское общество. Нет единства по таким темам, как автономный статус Донецка-Луганска, амнистия, кто должен восстанавливать области после освобождения. Очевидно, требует какого-то такого консенсуса в государстве, когда мы все платим за то, что было сделано фактически не нам. Но если для одних политиков Донбасс это камень преткновения, то для партии Медведчука спасительная соломинка. Выборец оппозиционного платформы «За життя» отличается отрешти. Для него некоторые компромиссы, которые не приняты для других выборцев в проблеме Донбасса, в интеграции Донбасса, они для них приняты. Ну, насамперед, те, що стосується гуманитарних питань, статусу російської мови на цих територіях, нейтрального статусу України, перемовин з керівниками так званих ДНР, ЛНР. Это правда. Когда у вас подходит как-то, извините за слов, бурмило и бьет вас по голове молотком, то, мабуть, вам недостаточно начинать разговаривать с молотком, чи позиватись до суду до молотка, є певний актор, який використовує цей молоток. То в конкретному нашому випадку ті так звані незаконні збройні формування, які діють на території Донеччини и Луганщини, це і є той самий молоток, який проти нас використовує безпосередньо Російська Федерація. І результат від проведення прямих переговорів – це одне, що розмовляти по-терпілому з молотком. Но в Кремле настаивають, Київ должен говорити з молотком. Зеленський спротивляється. Надо поговорити? Надо. Давайте, обсудимо, чий Кремль і кого там нет на Донбассі. Ідею о прямих переговорах с самопровозглашеними властями Донецка і Луганска продвигає партия Виктора Медведчука. І у них є сторонники. 41% громадян вважають ще прийнятним і рівно стільки ж 41% неприйнятним. І тут поділ має чітко виражений регіональний характер. Найбільше підтримують переговори такі переговори на Сході. 54% прийнятні, 33 – ні. Але, повторюю, тут теж думки діляться. 33% все-таки ні. І на Півдні відповідно 60% прийнятні, 20% ні. Прямі переговори с самопровозглашеними властями Донбасса уже состоялись. Виктор Медведчук был в Минскі. Сидел рядом с двумя главами непризнанних республік. Картинка є, але каков її смысл? Предположение, о котором все чаще говорят, руководство партии «За життя» создает альтернативну политическую реальність в Україні, продвигая інтереси Кремля. Никогда в этом не сомневался, не ожидал, что это будет происходить так агрессивно. Я не вижу адекватной реакции на протяжении и последних пяти лет, и последних двух месяцев. Уви, это так. В цю картинку цілком логично включается уже партія Медведчука и створение тієї альтернативной реальности, за которой мы сегодня спостереждаем. Саме Медведчук повертає полонених. Это и то, что створюется телеміст между Россией и Украиной, саме на телеканалах и в медиа цего представника. Это то, что касается газовых переговоров, это то, что касается позиции по ПАСЕ и так далее. Нужно смотреть на человека, который пытается что-то сделать, как, знаете, человека, который на обочине истории, фактически. Украина идет в Европейский союз, Украина развивается. Он с боку пытается что-то, знаете, протеставить этому процессу. Я думаю, что те действия, которые осуществляет сегодня Виктор Медведчук, они точно не идут на пользу украинскому государству. Цель Медведчука – это цель Путина, то есть уничтожение Украины. Все, что делает Медведчук и его политическая сила, в окончательном итоге направлено на ослабление Украины, на подрыв ее жизнеспособности, подрыв обороны и превращение Украины в марионетку. То есть мы видим переход войны против Украины из сугубо военных или преимущественно военных методов в сугубо пропагандистские. Конечно, этот фактор вызывает опасения, потому что один человек, у которого есть, во-первых, политическая деятельность, во-вторых, очень однозначный вектор направленности этой политической деятельности, контролирует такой большой процент новостных медиа, которые, конечно же, оказывают влияние на огромное количество наших сограждан. Неожиданным был ответ нового главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Это его первое общение с журналистами после назначения Владимиром Зеленским на должность в регионе. Сейчас оппозиционная платформа за життя медведчук дестабилизирует, что мы в контексте... Не задавайте право, какие действия, какие действия, какие действия. Ну, например, ситуация с медвеном, с медвеном, с медвеном, с медвеном. А вот эти действия, если вы считаете, что они имеют криминально каранный характер, обратился к этому поводу тех действий, кто-то до правоохранных органов, до органов местного саморядувания, где они происходят. Звернения были, происходят из этого поводу? Я вам встречный вопрос задаю. Вряд ли, да? А вы говорите, что вы считаете действий? Дея, вы сказали, обо всем и ни о чем. Какие действия? Конкретные действия, которые происходят, им будет, прежде всего, дана законная оценка правоохранными органами. А с привода того, если вы присутні были на нараде, а вы были присутні, я сказал, как будут происходить следующие выборы и какая мета у всех, как правоохранных органов, органами местного саморядувания и у меня, как главы военно-цивильной администрации. Павел Александрович, а сейчас бы буквально... Но все-таки, каким же должен быть ответ государства на атаки России на нынешнюю Украину? И как Зеленскому поступить с Медведчуком? Позбавленный лицензий негайно. Сробить владу подзвитную и прозорую, а значит, некорумпованную. Я не уверен, что государство должно вмешиваться в эту тему. Например, мне точно так же не нравится, что общественное мнение способно призвать людей выйти на улицу или выйти к каналу с призывами чуть ли не сжечь канал и привести к отмене каких-то мероприятий. Это тоже неправильно, это тоже неправовое государство. Я думаю, что государству нужно упорядочить свою политику в этом отношении. Ну, например, есть ли возможность какие-то антимонопольные нормы применить к медиа? Я думаю, что да, я думаю, что есть мировой опыт. Известный на весь мир исследователь Восточной Европы, автор книги «Черная земля» и один из крупнейших адвокатов Украины после агрессии России Тимоти Снайдер предлагает свой рецепт. Если бы у вас была официальная украинская версия русского языка, это было бы весомым аргументом против российской пропаганды. Если вы сами определяете стандарты русского языка в Украине, то защищаете себя от России и создаете возможность наступательных политических действий. Россия говорит всем, что Украина — репрессивная страна. Если бы у вас была официальная украинская версия русского языка, это был бы весомый аргумент против российской пропаганды. Формационная была война, что нельзя говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить, как вы говорите. Я президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно? Абсолютно. Правильно, да. Если будет у дончан какая-то там специальная просьба, что для них важно, чтобы они документы могли, например, заполнять на русском языке, я не вижу никакой проблемы. А я еще Руська. Давайте я так называю. Мы Руська могут. Что, у нас русы не скажи, я закрепать. Я буду еще Руська. А у тех будет пусть российская. Мы же... То есть почему мы боимся? Можем на своих картах начать их называть Московья. И пока предложения команды Зеленского вызывают смех у некоторых экспертов, в Украине появился новый олигарх. Это Виктор Медведчук. Он точно соответствует образу олигарха, контролирует несколько телеканалов, ведущую политсилу, является крупным теневым дельцом на постсоветском рынке. Он не скрывает, в чьих интересах действует, а наоборот, пытается это каждый раз подчеркнуть, убеждая украинцев в своей силе договориться с Владимиром Путиным. И кто-то в это верит, забывая, что сам Медведчук – это и есть идеологическое спецпредложение Путина для Украины, а не наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok